Смотри, как получается, ты, допустим, отношения строишься святостью, и раз, тебе хорошо становится. Ты думаешь, нет, это мне мешает, я сейчас уже о себе думаю, мне надо, я хочу служить. Понимаете, когда ты служишь святости, то служение возрастает. Когда ты служишь близким, служение, что делает? Что делает? Что делает? Что делает? Гаснет, мои хорошие, вы боитесь этого слова. Когда человек служит близким, его служение гаснет. В сердце мы чуть-чуть разочаровываемся тем, что они нам отвечают. А когда мы слушаем святости, служение возрастает. Поэтому мы должны жить для святости и отдавать близким все, что у нас есть от этого. Несмотря на то, что мы знаем, что будет убывать, мы знаем, что мы отдаем, но будет назад возвращаться меньше. Мы должны это знать уже заранее. Но когда будет возвращаться, мы также будем знать, что счастье человеческое есть. Оно просто имеет какую природу? Природу остаточной реакции. Частье человеческое есть, но оно мимолетно. Оно возникает, когда приходит время. Оно уходит, когда уходит время. И оно всегда является результатом тех отношений высоких. Допустим, у меня может быть дружба с людьми, дружба настоящая. Может быть или нет? Сейчас объясню. Я изучаю этот вопрос очень серьезно. Как определить, что такое настоящая дружба? У меня была ситуация в жизни, жуткий стресс, в котором я потерял себя. Я перестал вести себя как человек, который всем все объясняет. Я бегал и спрашивал, как мне что делать? Что мне делать? Можете представить, что я могу попасть в такую ситуацию? Не можете, потому что вы со мной другие отношения строите. И некоторые люди от меня отвернулись сразу, близкие. Но они не были никогда близкими на самом деле. А некоторые говорят, что все будет хорошо. Они приняли роль матери, отца, друзья такие начали заботиться обо мне. Говорят, что все будет нормально, не волнуйся. И они остались со мной. У меня уже поменялось. Я уже опять стал крутым. Но как бы идея такая, что вот эта дружба настоящая означает, что человек любую позицию по отношению к другу займет, если есть настоящее отношение. Но если человек что-то хочет от тебя, он хочет так же, чтобы много людей на лекции ходил, поэтому он дружит. Это не дружба. Дружба настоящая бывает только в чистых отношениях. Я начал изучать, где же дружба. Когда я это увидел, что ноги отвалились от меня люди, я думал, где же дружба. Я тогда начал изучать и увидел, что настоящая дружба бывает у моего наставника с его, с тем, кто, ну, с его, как это называется, то есть у них один духовный учитель. Я смотрю, у них настоящая дружба. Я смотрю, какая у них глубокая любовь. Они так же не могут при мне общаться рядом, потому что я мешаю. Я мешаю проявлению их чистых отношений. Я не пойму то, что они друг другу могут сказать. Поэтому они останавливаются в беседе, когда я подхожу. Я смотрю, почему они остановились. Не потому, что они мне не доверяют, а потому, что я не могу пребывать в таких же отношениях, как они. У них отношения очень чистые и светлые. Я пока этого еще не понял. Я не понял, какая чистота должна быть между людьми. И поэтому они останавливаются и как бы отвечают на мои вопросы, когда я подхожу. Они не против меня. Они хотят мне помочь. Но они не могут общаться друг с другом рядом со мной. Почему? Потому что я не готов это слышать. Я смотрю, ох, ничего себе, это здорово. Здорово, что такое есть. Я отхожу и начинаю смотреть на них издалека. Я смотрю, как они общаются друг с другом. Я начинаю видеть, я так ни с кем не общаюсь. Видите, настоящая дружба может быть между теми, кто очень свят. Поэтому нет смысла сейчас очень сильно беспокоиться о том, что у меня нет настоящих друзей. Не надо об этом беспокоиться, потому что это результат настоящей жизни. Когда ты живешь настоящей, чем больше настоящей жизни, тем больше настоящих друзей. Чем больше настоящей жизни, потому что настоящая дружба основывается на вере. А вера – это духовное чувство. Это чувство, в котором, допустим, как поверить в друга. Друг должен обладать соответствующими качествами, чтобы в него поверить. Он должен быть таким, понимаете, который может за тебя жизнь отдать, может в трудную минуту тебя не подвести. Но это духовные свойства уже, понимаете. Простой человек не способен на это. На это способны только возвышенные люди. Когда один возвышенный человек оставлял эту жизнь, несколько других возвышенных людей все бросили, все. И прилетели к нему, хотя они были в разных частях света. И они в тот момент, когда он оставлял тело, были рядом с ним. Теперь вопрос, как они узнали о том, что он оставляет тело. Но как они поняли, что именно сейчас надо прилетать? Вот у меня какой вопрос возник. То, что они хотели прилететь и быть рядом с ним, не было сомнений. Но как поняли, что именно в этот день люди собрались в несколько дней буквально. Откуда они знали, что сейчас он оставлять будет тело? Это то, что я увидел. Я думаю, ничего себе. Так они настолько близкие отношения строят, что они знают, что человек оставит тело в этот день. В этом означает настоящая дружба, понимаете? Друг почему не бросит в беде? Потому что он знает, когда беда. Он знает, что вот сейчас беда на самом деле идет. Надо помогать в это время. Вот я в метро ехал, проходила нищая. Говорит, пожалуйста, помогите мне. Мне так тяжело. Дети голодные. Пожалуйста, дайте денег. Так как я из святого места вернулся, я посмотрел в ее сердце. Я как друга ее начал воспринимать. Не отгородился так, а вдруг она обманывает меня. Я посмотрел в ее сердце. И увидел в ее сердце, что она хочет выпить. Я увидел это вот просто, нормально, что человек болен алкоголизмом. И он хочет выпить сейчас. Я не смогу ему помочь ничем, потому что я не смогу ему рассказать, как жить сейчас правильно. Но я не должен в этом случае идти на поводу его желания. То есть дать денег ему смысл. И самое лучшее для него, чтобы не было спиртного. Он перемучается и потом начнет думать, как жить. Отрезвеет. Вот видите, можно даже в этой ситуации строить близкие отношения. То есть идет нищий, непонятно, то ли он нищий, то ли не нищий. А ты возьми его, открой ему свое сердце. Вот открой для него сердце и попытайся, ну так вот, как бы на него вот так близко посмотреть. Мы с женой подошли к одной женщине. И она стояла. Помогите моему сыну, мой сын болен. И я встал, говорю, а чем болен? Она раз мне показывает данные там, вот это все. Я говорю, хорошо, давайте я вам помогу. Я врач, я могу лечить эту болезнь. Ну, по крайней мере, многим помогло. Давайте попробуем. Приезжайте бесплатно к нам. Полечитесь. Мы вам все, как бы, все для вас сделаем. Она приехала, как вы думаете? Нет. А знаете почему? Потому что она не этим занималась. Она собирала деньги просто с населения. Потому что, когда человек на самом деле просит помощи для того, кто болен, он куда идет, этот человек? Он идет к тому, кто близок к нему. Он идет к тем, в первую очередь, кто может помочь. Он идет к своим друзьям. Он пытается просить помощи у тех, кто откликнется на его призыв, кто близок к нему. Вы понимаете? В народ так же, так же эти люди могут идти такие, в народ. Но чаще всего настоящие вот люди, которые просят, идут в народ. Для чего, знаете? Для того, чтобы поверить в народ. Настоящие люди, которые хотят вот нищинствовать, жить вот так вот, как нищие, они просят подаяние, они открывают сердца людей. Если они это делают честно, то есть, если они делают это не для наживы, а просто для того, чтобы как перебиваться в жизни и думать о Боге. Такие есть люди, которые нищинствуют для этого. Они это делают по-другому. Они это делают с любовью в сердце. Они подходят, говорят, дайте, пожалуйста, мне немножко на то, чтобы покушать. И у тебя в сердце сразу, ааа, надо этому человеку дать. У меня возникает желание, я видел таких людей. Или вот, допустим, я шел вокруг вот этого святого места, там много таких нищих сидит. В Индии много нищих людей. Это нормально. Для культуры это нормально считается. Нищие люди – это хорошо. Потому что иногда человек бросает всю материальную деятельность ради Бога. И он садится на дороге и думает, Бог мне поможет, если я буду жить для него. И я прохожу мимо таких людей, я смотрю, сидят женщины в белых одеждах, которые отречены. И они смотрят на меня, просто руки подставили. Это означает, что ты можешь мне дать пожертвование для моей вот такой жизни. Можешь дать. Но если не хочешь, можешь не давать. У меня сердце говорит, я хочу, хочу. Я достаю деньги, даю, 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 даю. Потом подбегает ко мне. Я, у меня тоже деньги. Я не хочу. Потому что совсем другой результат. Человек хочет другого. Тут смотри, человек молится, молится, он готов, да. Ему нужно кушать тоже, да. Я хочу поддерживать такого человека. Потому что у меня в сердце возникают с ним близкие отношения. Видите, близкие отношения возможны только, если есть духовная жизнь. Нет духовной жизни. Есть потребность. Видите, человек говорит, я хочу кожи, даю тебе денег. Не хочется давать. Видите, мы не заинтересованы просто поддерживать жизнь человека. Дружба означает, что есть очень возвышенные отношения. Нет возвышенных отношений, нет дружбы. У меня есть что-то возвышенное в сердце, будет дружба. Нет ничего возвышенного, не будет дружбы. Потому что, когда человек почувствует, что ему со мной тяжело, а у меня с ним не было никакой возвышенной отношений, мы не для возвышенных отношений с ним рядом были, он возьмет просто тихонечко и скажет. И прощает со всех вокзалов, поезда, выходят дальние края. И уйдет просто, и все. А? Что? Идет лучше станет. Ну, пусть все будет хорошо, вот так. Вот. С очень таким теплым чувством бросит тебя просто этот человек. Почему? Потому что дружба может основываться только на духовной жизни. Она не может, смотрите, есть разные виды дружбы. Когда мы вместе ездим отдыхать, наслаждаться, обалдеть, самый поверхностный вид дружбы. Нет смысла рассчитывать, стресс от чего возникает. Вы такую дружбу строили, потом попали в беду и думаете, что эти люди вам помогут. Они не помогли, вы в стресс попали. Никогда они вам не помогут. Вместе балдеть ездите. Это не дружба. Следующий вид дружбы. Деловые отношения. Означает отношения, в которых мы стремимся к результату. Более высокие отношения. Пока мы заинтересованы друг другу, мы будем заботиться друг другу, защищать. Это будет очень искренне. Но когда человек уже не может дать результат, мы поможем тебе найти другую работу. Следующий вид дружбы. Делать вид, что мы друзья, очень близкие, собираться и общаться. О чем? О погоде. О том, как нам тяжело жить. Чесать язык вместе. А мне так тяжело жить. И мне так вообще. Мы все козлы вокруг, но никто нас не понимает. И все. И чешем язык друг с другом. Вроде бы близкие отношения, да? Но это обман. Это самообман. Потому что этот человек хочет просто, чтобы его кто-то понял. Он не хочет ничего сделать для другого человека. Просто, чтобы понял. Если ты, допустим, вот поведешь себя по-другому и, допустим, скажешь, ну извини, мне некогда сейчас пока разговаривать. У меня дела. И так пять раз подряд. Он больше тебе звонить не будет. И дружба, оказалось, не нужна этому человеку с тобой. Он будет с другим уже вот так вот эти отношения строить. Пожалуйста, вот послушай, как мне тяжело жить. Я хочу, чтобы ты наслаждал меня тем, что ты обо мне думаешь, слушаешь. И поэтому я тебе буду вот эту всю ахинею нести. Вот. Это не дружба. Видите, она основана опять на желании наслаждаться обществом человека. Дружба начинается когда? Когда ты хочешь служить. Даже, смотрите, два человека хотят служить, допустим, вере своей рядом. Уже больше дружбы. Они, может быть, и не строят даже близких отношений. Но проходит время, и они понимают, что они близки друг к другу. Очень близки. Потому что у них близкие отношения, близкая цель, одинаковая цель, одинаковый способ жить. Они одинаковые. Они так же идут в жизни. Они думают, о, близкий человек через какое-то количество времени. Но если люди хотят настоящих отношений, они это делают с помощью открытия сердца, беседы об истине. А мне часто бывает так, человек подходит, говорит, Олег Геннадьевич, я слушаю ваши лекции. Я говорю, спасибо. Ну, человек подходит для того, чтобы близкие отношения построить. Но то, что он слушает мои лекции, мне этого недостаточно, чтобы построить с ним близкие отношения. Потому что следующим вопросом может быть такой вопрос. Олег Геннадьевич, я вам очень благодарен за то, что вы читаете лекции. И дальше, когда я говорю, спасибо вам за то, что вы их слушаете, я так вам благодарен. Следующий вопрос от него. Как вылечить геморрой? Смотрите, то есть мы уже завязали близкие отношения. И дальше начинается эксплуатация. То есть человек не хочет служить, он хочет из меня в тот... Пока я еще тепленький, пока я еще его люблю, за его слова красивые по отношению ко мне. Как можно больше выжить из меня, пока еще идет. Васька, давай еще немного. Вот. Спирт, чтобы капал дальше. И у меня сразу оп в сердце. Обманули. Обманули. Поэтому, понимаете, есть разные уровни отношений. Когда, допустим, ты видишь, что человек ни в чем не нуждается, он нуждается только в духовной жизни. Так же, как ты. Ты можешь с ним строить уже очень близкие отношения. Это называется дружба. Но когда человек нуждается в знании от тебя, это уже другая дружба, это тоже дружба. Но ты немножко держишь на расстоянии человека. Почему? Потому что ты не хочешь, чтобы он все опошлил. Ты с ним строишь другие отношения, в которых ты хочешь, чтобы он получал наставление и менялся в жизни рядом с тобой. Это отношения старшего и младшего. Есть еще отношения младшего и старшего. Когда ты думаешь о ком-то, боготворишь его, молишься, чтобы, как бы, вот эти отношения поддерживались чистые, светлые. Но вот в тех отношениях старшего и младшего, младшего и старшего, интересно, что большинство людей, они старшего человека пытаются использовать в своих интересах. И есть небольшая группа людей, которые в своем сердце думают, я хочу для тебя служить, ничего от тебя не надо. Пожалуйста, оставайся в моем сердце. Пожалуйста, будь со мной. Пожалуйста, я хочу, чтобы наши отношения светлые продолжались всегда. И тогда такого человека старший принимает, как своего друга. До этого он, пожалуйста, говорит, пожалуйста, будь рядом, все нормально, все хорошо, но близких отношений не строит. Но как только человек встает на платформу служения, сразу старший говорит, ты мой близкий человек. Я хочу, чтобы ты был рядом, потому что он уже от тебя ничего не хочет. Видите, близкие отношения могут быть только тогда, когда мы ничего не хотим. Теперь смотрите, теперь вопрос семейной жизни. Возвращаемся назад. Я стою рядом со своей женой. Что от нее исходит? Балдеж от нее исходит? От нее исходит вкусно, что-то такое сладкое, такое классно. Да? Жена стоит рядом с мужем. Она чувствует, о, хорошо, муж рядом, о, хорошо. Спокойно так, классно. Он меня любит, все классно, все. Мне нормально так рядом с ним. Я тоже балдеж. Видите, в таких отношениях не может быть искренности настоящей. Потому что муж и жена, они просто наслаждаются друг другом. Никаких глубоких отношений в этом нет вообще. Это просто поверхностные очень отношения. И потом, когда уже энергия наслаждения кончается у них рядом, они начинают думать, блин, не мой человек. Какая-то несовместимость, Олег Геннадьевич, пошла. Раньше все так классно было. Мы такие, у нас все нормально было, так классно. И потом, блин, несовместимость пошла какая-то. От него вонять стала, не так сладко пахнуть, какой-то вонь какая-то. Слова его меня не привлекают уже. Олег Геннадьевич, что делать, в жизни нет никакой. Такое здесь несчастье. Помогите, помогите. Может, не бросите его, Олег Геннадьевич? А в ведах вообще есть такое понятие развод? Моя хорошая, проблема ведь не в том, хорошо тебе с ним или плохо. Проблема в том, что ты просто не знаешь, что такое жизнь. Ты просто спишь в этом мире. Веды говорят, когда человек просто наслаждается в жизни и ищет только радостей, он просто спит. Он еще не начал жить. Настоящая жизнь начинается, когда человек хочет. Я хочу служить тебе, я хочу заботиться о тебе. Мне ничего не надо. Я хочу помогать тебе. Если это направлено просто на мужа, то невозможно так жить, потому что назад приходит. Он никогда не ответит назад такой же взаимностью, вот на это очень чистое и светлое чувство. Поэтому такое чувство должно быть направлено на святость. А мужу надо отдавать то, что осталось. И это будет классно, классно, классно. Ты все свое сердце отдала отношения с чистотой, со святостью. И у тебя ты вся соткана из этого сладкого вкуса. И ты такая думаешь, я мужу сегодня сделаю все, что нужно, пока есть силы. Пока у тебя святость живет в сердце, ты служишь, служишь, служишь ему. И все, выдохлось, все, сколько смогла. И в какой-то момент он подходит и говорит, я так тебе благодарен за то, что ты заботишься обо мне. Видите, она не ждала ничего. Она просто отдала сколько могла и все. Ничего не ждала. И в какой-то момент у него накопилось, он пришел и сказал, я так тебе благодарен. И это называется настоящая семейная жизнь, которая очень труднодоступна в нашем мире, потому что наши отношения сотканы совсем из других вещей. Мы хотим просто балдеть друг от друга и все. Нам больше друг от друга по факту ничего не надо. Если у моего близкого человека случится паралич или он заболеет спидом и с ним нельзя будет сексом заниматься, то я ему скажу, прости и оставлю его навсегда. Понимаете? Но в этом ведь нет никакой любви. Потому что любовь означает, что я готов с человеком быть рядом, когда он меня не наслаждает, когда он воняет, понимаете? Воняет, о нем надо заботиться. Ведь больной человек, он не нектар от него исходит, от него исходит вонь. И надо о нем заботиться, чтобы он не сладкий на вкус, когда он болеет. Он постоянно капризничает. Вот, допустим, я приехал из Индии, очень сильно устал. Ко мне мой помощник Игорь, который сейчас консультацию бесплатную дает, он очень сладкий человек такой. Но от меня не исходил сладкий вкус. Молодой человек, который, ну как бы он... Я ботинки там забыл в гостинице, так сильно погрузился, что ботинки забыл и в тапочках поехал в аэропорт. Но в тапочках лекции же не прочитаешь. Надо туфли. Вот, и мне привезли, вот, чтобы я что-то одел, чтобы доехал до суда. Потом купили ботинки. В новых ботинках сейчас сижу. И этот человек, который меня встречал, вместо того, чтобы ему сказать, слушай, ты такой хороший, ты вот меня встретил так классно и ботинки мне свои привез, он меня вместо того, чтобы машину посадить после этого электропоезда, он посадил в метро. А я уставший там эти сумки тягать на себе. Ну, в воскресенье мог бы машину заказать. Я такой, слушай, ну в воскресенье ты мог бы машину мне заказать. Я смотрю на него и думаю, блин, ну вот я свинья. Он же мне ботинки привез, ради меня в аэропорт приехал. Я так думаю в сердце, а у меня внутри все такое. Почему? Потому что я скользкий и вонючий в это время, я устал. Мне хочется спать, я не спал ночью, мне надо быстрее отдохнуть, чтобы лекцию читать. И он смотрит на меня и говорит, спасибо вам, что вы мне это говорите. Я так благодарен вам. Я обязательно в следующий раз сделаю так, как вы сказали. Думаю, господи, что за человек? Почему он так среагировал на мои слова? Он должен был обидеться на меня, обидеться. Он не обиделся. Он хочет дальше служить. Я думаю, господи, какой хороший человек. Понимаете, видите, настоящая дружба. У нас завязалась дружба с ним, в моем сердце я почувствовал. Настоящий человек. То же самое Игорь, когда он меня встретил, тоже там капризничал. Он такой, все, давайте ложитесь, Олег Геннадьевич отдыхайте. Думаете, я думаю, что за люди меня окружают вообще? Такая свинья. Пришла поросенок, пришел, похрюкал, лег спать. Все о нем заботятся. Но это почему происходит? Потому что эти люди, они очень глубоко верующие. Потому что у них есть сердце, желание служить. Понимаете? И тогда на основе таких отношений начинается дружба, начинается любовь. Поэтому, видите, главное у человека в жизни, главное, самая главная ценность, это чистая, светлая любовь, которая возможна только с Божественным. Видите, я вам сейчас это вновь и вновь повторяю. И все равно до вас не доходит. Почему? Потому что это цель человеческой жизни, понять об этом вопросе. Даже если доходит, ну насколько доходит? Чуть-чуть доходит. Если бы доходило сильно, мы бы этому сильно много времени в своей жизни уделяли. Но мы не уделяем слишком много. Почему? Потому что нету времени, я занят другим. Но если ты не занят самым главным, как ты сможешь освободиться от стресса? У меня в теме лекции вот структура тонкого тела человека. Хорошо? Давайте поговорим о структуре тонкого тела человека. Заявлено. Итак, веды объясняют, что есть душа, это суть жизни. Она соткана из вечности, желания быть вечным, желания знания и желания любви. Суть человеческой жизни в этом. Если человек не стремится к этим трем вещам, он, несомненно, попадет в стресс. Потому что стресс означает, что жизнь течет не в правильном русле. Вы спросите меня, почему эта девушка, которая потеряла мужа в стрессе, что ее жизнь текла не в правильном русле, она что-то не так делала? Да. Если бы она делала все так, она бы мужа не потеряла. Потому что люди, которые духовной практикой занимаются, они не теряют друг друга, запомните это, не теряют. Они остаются в вечных отношениях навсегда. Когда мой близкий, очень духовный наставник ушел из этого мира, я обнаружил, что это правда. Я начал искать его тонкое тело, где он сейчас. И знаете, что я нашел? Я нашел, что тонкого тела нет. Я нашел пустоту. Нашел, что он соткан из блаженства сейчас. Идет тот мир, где нет страданий. И я, знаете, что также обнаружил? Что я с ним не расстался. Не расстался. Мне не было ощущения, что он далеко, его уже нет. У меня было только чувство, что он будет всегда со мной. И это чувство возрастает каждым днем. Какие же отношения могут быть с мужем, с своим ребенком, если человек правильно живет? Правильно означает, поставил самое главное на первое место в своей жизни. Что такое стресс? Когда человек теряет жизненную нить. Так есть душа. Есть тонкое тело. Это психическая структура, которая нужна душе для того, чтобы жить в материальном мире. Потому что в материальном мире нужно грубое тело. Мы живем внутри вот этого материального тела, которое на санскрите называется янтра. Зачем нужен санскрит? Это язык древний, который указывает на правильную суть вещей. Слово янтра переводится очень просто. Машина. Тело – это машина, в которой живет душа. Она с помощью этой машины может жить в этом мире, удовлетворять свои желания. Вы скажете, «Какое же это машина? Это же живое». Хорошо, если это живое, почему тогда оно вот иногда висит? Почему возникает паралич? Если это живое, оно должно всегда жить. Почему оно не всегда живое? Иногда живое, иногда нет. Вот мне искусственные зубы поставили. Делали мост через рот. И как бы я думаю, это живое или не живое? У меня возникает вопрос. И знаете, я что обнаружил? Оказывается, я обнаружил, что вот эти искусственные зубы, они становятся мне родными постепенно. Я начал медитировать, концентрироваться и увидел чудо, что мое тонкое тело, оно каналы пробивает сквозь эту грубую материю. И эти зубчики становятся для меня родными потом. И мне кажется, что они мои, все нормально, они чужие. Почему? Потому что тонкое тело туда прорастает. Видите, когда тонкое тело прорастает в материю, материя становится родной. Но это не значит, что она является сутью меня. Это инструмент, с помощью которого я живу. Инструмент. Женское тело это инструмент, с помощью которого она может любить. Поэтому женское тело красивое, для того, чтобы можно было с помощью него любить. А если женщина занимается не тем, чем надо в женском теле, оно становится некрасивым, женское лицо. Почему? Потому что она показывает ей, ты не туда идешь, моя хорошая. Тебе не шейпингом надо не айкидо заниматься, а танцы надо тебе танцевать. Тебе надо не менеджментом заниматься, а заботиться о ком-то. Может, допустим, если ты менеджер, но занимайся менеджментом, заботиться о детях маленьких, пускай там детский сад какой-то развивает или еще что-то. Ты пойми, что ты женщина. Тебе не танки надо строить. Тебе надо обществу любовь давать этому. Это общество нуждается в любви. Оно высохло без женской любви, потому что вся женская энергия идет куда? На то, чтобы строить танки. Женщина должна заниматься женскими делами. Надо заниматься чем? Заботой о детях в обществе, заботой о пожилых, заботой о людях в целом. Такова женская деятельность должна быть. Женщина не занимается этим сейчас. Не занимается чем угодно, кроме тем, что ей надо заниматься. В результате она несчастна. И так есть тонкое тело. Тонкое тело означает психическое тело. В нем есть психические каналы. Они нужны для того, чтобы жить в этом мире, чтобы управлять грубым телом и для того, чтобы желания и мысли души могли воплощаться внутри нашей головы. Понимаете, когда тонкое тело оставляет грубое, там тоже есть мысли, я это могу видеть даже. Потому что я всю жизнь занимаюсь изучением тонкого тела. Я могу видеть, как человек оставляет тело, он думает, он желает, он понимает все, он видит, он слышит, но уже без грубого тела. У него это по-другому процессы не проходят. И он не может с нами соприкасаться, он может с нами соприкасаться, только когда мы просыпаемся. Когда у нас глубокий солнце меняется на поверхностный, в этот момент человек начинает чувствовать тонкий мир. Тонкий мир это там, где живет тонкое тело, мир ума. Тонкое тело по-другому на санскрит называется манас, или энергия ума, умственный мир. И умственный мир отличается от того мира, который мы как бы видим вот здесь вот, тем, что в нем по-другому протекает жизнь. Например, человек подумал о ком-то, сразу возникает умственная связь. Эта связь является материей, но она имеет тонкую природу. И почему? Поэтому очень тяжело, когда близкий человек уходит. У меня один, вот мы на этой программе духовной были, один человек ко мне подошел, говорит, от меня жена ушла. Почему так сердце болит? Я все понимаю, молюсь Богу, все, лекции ваши слушал. Почему сердце все равно болит? Я говорю, потому что есть тонкая связь, она разрушилась. И так как тонкая связь разрушилась, тебе отрубили, отрубили часть твоей жизни. Поэтому тебе больно. Терпи, брат. Мне уже легче. Почему? Потому что человек понял, что произошло. Видите, знание дает счастье человеку. Он просто понял, что произошло, ему уже легче. Потому что боль возникает от незнания. Он говорит, я не знаю, что произошло, я вроде болезни, но почему мне все еще больно? Потому что тебе отрубили палец. Палец отрубили, больно, понятно. Палец отрубили, больно, понятно, все. Я не понимаю, за что? За то, что ты подсовершал плохие поступки в прошлом, за то, что ты сам кому-то в прошлом отрубил палец. Теперь понятно. А теперь тебе больно, когда понятно? Уже меньше. Почему? Потому что я принял это. Какая у меня судьба бы не была, это моя судьба, я ее принимаю. Без пальца, значит, без пальца. Все, стало легче сразу. Что такое стресс? Человек не принимает. Он бунтует, он в бунте находится. Но почему это со мной произошло? Я достоин большего, я хочу другого, я хочу счастья, почему я так живу? Потому что ты не туда идешь, мой хороший. А если тебе не сделать стресс, ты вообще там погибнешь на этом пути. Так лучше уж пускай будет стресс. Итак, ум — это то, что живет. Ум хочет счастья постоянно. Поэтому мы всегда хотим счастья. Мы не можем жить без счастья. Без счастья ум не перестает нормально работать, канальчики тонкие забиваются, возникает болезнь. Болезнь может приходить изнутри, когда карма плохая. В центре ума находится энергия кармы. Это то, что снабжает нас вот этим опытом жизни, то, что нас рушит нам в жизни, то, что создает. Бывает хорошая карма, плохая она постоянно меняется. Все это зависит от того, как планеты влияют на нас, которых тоже есть эта психическая энергия. И все это завязано очень плотно здесь. Психическая энергия в этом мире существует очень плотно. Мы с ней ничего не можем сделать. Она непобедимая. Поэтому человек не может ничего сделать со своей судьбой. Приходит день, приходит час, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Понимаете? Все, человек ничего не может сделать с тем, что происходит. Значает судьба. Это хорошо. Почему? Потому что человек должен понять, что то, что здесь происходит, это не главное. Люди думают, да почему это я заболел раком? А потому что то, что здесь происходит, это не главное. Тот, кто родился, тот обязательно умрет. И родится вновь. Имеется в виду про тело. Мы говорим не про душу, потому что душа не умирает. Если то, что происходит с телом, в любой момент можно заболеть раком. Это да, здесь так, в этом мире. Это факт. Хоть мы не признаем, мы думаем, я не заболею, я не заболею, Олег Геннадьевич, не внушайте мне. Я не внушаю. Все будет хорошо. Хорошо означает, что душа вечная. Она не болеет, не умирает, все у нее нормально. Но тело, оно может заболеть раком. Я говорю про свое тело в данном случае. Не про ваше. Понятно, что вы, скорее всего, не заболеете. Почему я так говорю? Потому что некоторые из вас считают себя телом все равно, в своем сердце. Но те, кто не считает, они думают, да, мое тело может заболеть раком, но я никогда раком не заболею, потому что я душа. Хорошо. То же самое. Потому что вот в этой жизни кончается. Иногда она кончается смертью тела, а иногда она кончается смертью тонкого тела. Что такое психическое заболевание? Смотрите, в русском языке есть ответ. Сошел с ума. Понимаете, есть разум у нас. Иногда разум, когда стресс, это разрушение разума. Разум частично разрушен, человек попал в стресс. Он не видит цели жизни, потому что разум, я сейчас объясню, что это такое, чуть попозже. Он соткан из этой цели жизни. Разум сильный, означает сильная целеустремленность человека. У него все правильно в жизни идет, сильно очень. Вот. Но когда разум разрушает, человек теряет жизненную нить, он попадает в стресс. Стресс означает частичное разрушение разума. Структура разума подразрушена. Но когда тонкое тело ума подразрушено, тогда заканчивается жизнь в этом мире. Имеется в виду в этом теле. Человек так же живет, он ходит, так же ест, но он себя не помнит, он себя не понимает в это время. Он по факту уже не живет. Но кажется, что он живет. Можно помочь ему? Можно. Пока в жизни, в теле находятся люди, которые знают, как работает тонкое тело ума. Они могут восстановить психику, но для этого нужны специальные условия. Человек должен в духовной среде жить. Раньше были такие монастыри, которые понесчали психических больных. Монахи молились за них постоянно. И эти люди постепенно воскрешали свое сознание и восстанавливались. Единственный способ тонкое тело восстановить, это наполнить его благодатью. Потому что ум нуждается только в энергии счастья. Вот этой глубокой. Счастье означает внутренние отношения. Понимаете? Допустим, я подойду к вам. Я вас люблю очень. Все хорошее, все классно. Мне так нравится, что вы на лекцию пришли. Счастье чувствуете? Нет. Почему нет внутренних отношений? Второй вариант. Смотрите. Я просто говорю вам. Спасибо вам. За то, что вы здесь находитесь. Видите, я ничего так особенного не сказал. Совсем другой результат. Так? Почему? Потому что настоящее счастье человек может испытывать только внутри себя, только в сердце. Это не показуха, это не покажешь никак. А внутри себя означает вера. Это основано на вере. Понимаете? Это не основано на словах, на улыбках, как нас часто психология учит. Улыбайтесь друг другу, улыбайтесь. Но это не работает, понимаете? Система не работает. Тогда вы спрашиваете психологу, ну что же тогда делать мне, если я улыбаюсь, а он все равно не верит в мою улыбку? Что делать? Психолог не сможет вам ничего сказать. Почему? Потому что любовь, это не тема психологии, это тема веры. Если есть вера в сердце твоем, есть любовь. Нет веры, значит нет любви. Просто есть игра в любовь. Есть люди настоящие, это те, которые искренне верят. А есть люди, которые играют в настоящую жизнь. У них нет искренней веры, они просто играют, что у них настоящая жизнь. Они играют в дружбу, играют в семью, играют в верность. Как определить, что они играют? Наступает тяжелый период, они так разошлись, как море кораблей. Наигрались. И так, видите, без веры нет настоящей жизни. Так, разрушение частичного тонкого тела ума приводит к тому, что мы сходим с ума к психическому заболеванию. А частичное разрушение разума приводит к стрессу. Человек живет, все нормально, все понимает, но жить нормально не может. Теперь у меня к вам вопрос. А почему, собственно, человек сходит с ума? В чем причина? Как вы думаете? Причина в судьбе. Нет, дело не в этом. Причина в судьбе. У нас есть карма внутри. И карма может быть настолько сильной, что она ломает ум, ломает. Понимаете? От этого никто не застрахован. Карма бывает очень тяжелой. Но это не значит, что наша судьба сломлена. В следующей жизни все вернется назад. А может быть в этой. Может быть кто-то позаботится о тебе так, что ты сможешь. Ты уже сам не сможешь в это время позаботиться о себе. Но может быть найдется духовно сильный человек, который возьмет о тебе заботу и постепенно восстановит твое тонкое тело. Такое возможно. По милости высших сил. Видите, опять по милости высших сил означает, что ты до этого занимался духовной практикой, а не просто так жил. И так дальше поехали. Разум. Следующая психическая структура. Веда объясняет. Разум – это сила, которая наполняет ум счастьем. Нам нужно счастье. Счастье исходит из двух источников. Первый источник – тот источник, которым все люди живут. Все обычные люди хотят счастья само собой. Они думают, «Я хочу счастья». То есть мы повторяем, «Я желаю всем счастья». Но для многих это означает «Я хочу счастья». Вот. «Я хочу счастья». То есть кому задаем этот вопрос? Судьбе. Судьба не имеет эмоций. Хочу вам сказать честно, научно и правильно, и правда, что судьба не имеет эмоций. Она непреклонна. Понимаете, пришел плохой период, хоть бейся головой об стенку и кричи. «Я хочу счастья, хочу счастья, хочу быть с кем-то. Хоть не бейся, будешь один». Пришло время заболеть раком, хоть бейся, хоть не бейся, будешь болеть раком. До отправления поезда осталось пять минут. Я прошу, чтобы мне напоминали. Конца лекции остался час. Потому что, когда духовные лекции читаются, вот на такие темы, время останавливается. Оно не может контролировать ситуацию. Мы же должны, материальный зал арендуем. Видите, два часа прошло, как в одном глазу, да, мы не чувствуем времени, да? Два часа прошло, нет времени. Итак, смотрите дальше, рассуждаем дальше. И так, у нас есть тонкое тело ума, есть разум. Люди живут двумя способами. Одни счастье ищут с помощью разума, они ставят цель жизни и добиваются ее. Другие просто ждут счастья в жизни. Те, кто ждут, они поражены на неудачу сразу же, потому что, когда у них будет хороший период в жизни, они будут думать, как этого всего мало. Когда будет плохой, они думают, блин, даже того мало было нормально, а теперь вообще плохо. То есть, видите, они постоянно неудовольны, потому что даже, когда им хорошо, что-то пришло, им мало. Когда плохо, вообще плохо. Где же жизнь? То есть, это значит, что судьба им показывает, что вообще неправильно живете. Не нужно доверять тому, что хорошо. Веды говорят, хорошо стало, не доверяй этому в жизни. Плохо стало, тоже не доверяй. У тебя, ты одна сейчас, одинока, не доверяй этой идее, что ты одинока. Ты не одинока сейчас. Ты сейчас самую важную часть жизни ведь живешь. Потому что, если бы ты в одиночестве не была, ты бы на лекции не попала. Если тебе хорошо было, зачем тебе эти лекции нужны? Тебе так нормально, ты живешь, там все классно. Представлять всю жизнь у вас, все с мужем хорошо. с детьми хорошо. И то, что все вам говорят, у тебя все хорошо? Да, у меня все хорошо. И всю жизнь вот так все хорошо. Вы на лекции пойдете? Нет. А зачем? Все хорошо же. Чего слушать эту демагогию целых три часа? С ума же сойдешь? Вы знаете, почему продолжаете слушать? потому что, вы ждете ответ. Ответ нужен для чего? Потому что, не все хорошо. Видите, оказывается, веды говорят, не все хорошо, это самая лучшая часть жизни, а все хорошо, это самая плохая. Все хорошо, для чего? Ничего не меняется в жизни, все остается, как было. Ведь мы на самом деле же ничего не достигли. Мы не научились любить, мы не научились воспитывать детей, мы не научились понимать, зачем мне нужна эта жизнь, мы не научились чувствовать. Это вот того очень важное чувство должно у каждого человека быть, что скоро я оставлю это тело, что я сделал для того, чтобы мне сейчас было уже хорошо от того, что я прожил эту жизнь. Что я в своей жизни сделал, что о следующей жизни у меня возникает светлое и радостное чувство в моем сердце? Видите, этот вопрос у нас вообще не возникает, вообще не возникает в голове. Это означает, что жизнь настоящая еще не началась. Просто еще пока сон идет, мы просыпаемся. Нет настоящего пока, мы не понимаем, куда попали пока еще до конца. Просто просыпаемся. просыпается, когда человек чем он занимается? Он наслаждается просто жизнью. Исчезли солнечные дни, и птицы улетели. С тобой остались мы одни, неделю за неделей, вдвоем с тобой, вдвоем с тобой, остались ты да я, любимая, любимая, бесценная моя. Просто спит еще, понимаете, ничего не понимает, балдеет. Потому что, когда балдеж закончится, тогда человек кончилось. Вот это вот такая вот, сейчас весь кинематограф, он вот это вот, погружает нас в это. Ну, давай, обалдеть, будем дали, ну, что, классно, ну, все. Если не балдеть, то фильм ужасов, значит, балдежа нет, ааааааа. Кого кончился балдеж, он фильм ужасов смотрит. Почему? Чтобы понять, что ужас, аааа. Знаете, то есть человеку надо аааа, ааа, но это означает, он спит. Он не живет еще, он просто спит. Потому что настоящая жизнь означает осознанность, Означает, я понимаю, что сейчас происходит, понимаю, что будет дальше потом, после того, как я оставлю это тело. И понимаю цель своей этой человеческой жизни, зачем мне здесь жить сейчас нужно. И счастье, необыкновенное счастье, необыкновенный сладкий вкус сердца возникает от этого понимания. Буквально вчера, когда был последний заключительный день нашего пребывания вместе, мы очень сильно молились, как в ведической культуре, молитва – это песня, то есть мы пели о Боге. Я настроился на человека, который давал это знание, на этого наставника, духовного учителя. Я настроился, начал мысленно кланяться ему, начал как бы себя погружать в такие отношения, что я нахожусь в его стопах, что я маленький. Он ценный для меня, он вечный, он чистый, а я ничтожный. Пожалуйста, дай мне возможность тебе служить, дай мне возможность тебе служить. И неожиданно я начал чувствовать эту личность, чувствовал, какой он светлый, как он чистый. Это я просто просил об этих отношениях. Потом я почувствовал, что это правда, это так и есть. И у меня сердце наполнено с вечностью. Потом я подумал, блин, какой я классный, у меня все пропало. В этот момент я понял, что что-то не то произошло. Я опять начал возвращаться, хочу служить, я хочу жить для тебя. И опять чистота, опять свет. Я думаю, Господи, как хорошо. Я хочу жить так. Я хочу этой чистоты, я хочу этих вечных отношений. И не хочу больше думать о том, что я хороший. Не хочу больше таких мыслей. Потому что они мне в жизни не помогают. И в это время я подумал, завтра у меня будет вечером лекция. Я хочу, чтобы такие отношения у меня были так же с этими людьми, которые приходят на мои лекции. Хочу, чтобы они вечно продолжались, чтобы они были чистыми, чтобы они были светлыми. Даже если эти люди не верят мне, ничего страшного. Это скоро пройдет. Это просто болезнь, которая должна пройти у всех людей. Потому что цель человеческой жизни заключается не в том, чтобы всем не верить ходить, а для того, чтобы это чистое светлое когда-нибудь почувствовать. Так у нас есть разум. Разум, он стремится к счастью. Он, смотрите, он соткан из знания. Если ум соткан из каналов психических, под которыми идет энергия, которая питает тело, и ум – это штука, которая управляет машиной. Мы умом так же думаем, потому что для нашей жизни нужны еще тонкие отношения. Понимаете? Нам не только грубые отношения нужны, нам нужны тонкие отношения. Поэтому в уме есть два типа каналов. Одни каналы управляют грубым телом, называются шротасы. Другие каналы управляют тонкими отношениями, психическими отношениями между людьми. Называются нади эти каналы. Итак, два типа каналов. Одни связаны с тонкими отношениями, другие с грубыми. И всему этому нужна энергия счастья. Потому что без этого вообще невозможно. Это все нормально не может функционировать. Нужна энергия любви. А энергия любви, мои хорошие, имеет бескорыстную природу. Теперь вы меня спросите, а почему между мужчиной и женщиной само по собой возникает балдеж? Там нет никакого бескорыстия. Я вам отвечу на этот вопрос. Потому что есть сила в этом мире, которая дает нам возможность вылупляться из яйца. Есть сила, которая говорит, балдейте, пожалуйста, мои хорошие. Балдейте и продолжайте жить. Потому что без счастья человек жить не может. Нужна энергия счастья. Понятно, что она вам не принадлежит. Есть высшая сила, которая дает женщине красоту, само собой. Для того, чтобы она могла в этой энергии любви жить. Хоть она не достойна, она не может любить. Она хочет пользоваться любовью. И по барабану все. Она хочет, чтобы ее все любили. Она еще не знает, что такое женская энергия. Она еще не понимает, что такое женская природа. Она не понимает, что женская природа это самозабвенное желание отдать любовь. Но для того, чтобы она это поняла, высшие силы женщине дают ребенка. Когда она смотрит на ребенка, у нее просыпается женская природа в полной степени. Я хочу тебе жить для тебя. Я хочу тебе служить. Я хочу отдать тебе свою жизнь. Но так как объект не тот, Потому что Богу так надо говорить и святости Потом женщина разочаровывается Она думает, блин, я столько сил отдала тебе А ты обо мне даже не помнишь Ты даже не вспоминаешь меня И зачем же тогда все это нужно было Зачем столько страданий И эти муки рождения тебя Зачем И в сердце ей говорят, нет, нет, так не думай Надо продолжать служить Потому что само служение Это такая чистота, так здорово Но так как объект не тот Опять мысли на тебе возвращаются назад Женщина не счастлива в этих отношениях до конца А ей хорошо, что вот есть такие отношения Но она до конца не счастлива И она не знает, что она не является Источником этих отношений Ей просто это дано, чтобы она поняла Что такое тоже бывает Или мужчина, который видит свою жену с ребенком Который очень сильно служит этому ребенку Готовый ему жить отдать, отдать жизнь свою Он говорит, господи, я ради таких людей готов отдать свою жизнь Я готов служить такой женщине, которая так сильно заботится о своем ребенке Но потом видит, что она не благодарна ему на самом деле Она не понимает его чувства Ну ладно, ну ничего страшного Она все равно будет служить Но так как объект высшей цели не тот Поэтому полного счастья нет Теперь давайте второй вариант жизни разберем Все то же самое То же самое служение ребенку То же самое муж служит жене со своим ребенком Все то же самое Но только все силы человек отдает туда, где идет возврат полный Туда, где есть возврат Там, где я был и там, где общался Там был возврат Сейчас я с вами общаюсь Возврата полного не будет, я знаю Я и не жду ничего Некоторые возвращают очень много Я так благодарен этим людям Я смотрю в глаза, они как озеро Нектара Они хотят служить, хотят учиться этому всему Они верят Вера это такая сила, она входит в сердце Ну господи, какие люди Некоторые смотрят на меня, ну так, что ты гонишь вообще? Что ты гонишь? Ищут недостатки Ищут недостатки, думаю Это тоже нормально Я не против, потому что отношения между людьми не бывают полными Они не бывают Не бывают такими, как бы совсем уж чистыми Не бывают Но Я хочу служить Богу И мое служение в чем заключается? В том, чтобы читать лекции Понимаете? Это мое служение Я делаю это для того, чтобы Моя жизнь не была напрасной И те люди, которые это понимают Я с ними могу установить вот такие глубокие уже отношения И так Разум стремится к высшей цели в жизни И каждый человек понимает ее по-своему В зависимости от его знания Что такое счастье Одни люди привлекаются Думают О, блин, классно быть в структурах власти Столько понтов Столько всего Вот можно получить там Такого, как бы Вы понимаете, о чем я говорю? Все тебя уважают Олег Геннадьевич, можешь даже не корчиться Все равно тебе этого не понять, дурак Вот Я согласен У меня другой вкус счастья Там такие люди собираются достойные Все, в такое общество надо попасть, он думает Как попасть в него? Надо служить тем людям, которые находятся в этом обществе Надо ему служить И когда ты служишь такому обществу В котором есть власть, есть сила, влияние, могущество Мы управляем целой страной То в этом случае Эти люди принимают тебя Ты становишься таким же, как ты Тоже подписываешь бумагу Целое Огромное количество людей находится В зависимости от того Что ты скажешь и сделаешь Даже Олег Геннадьевич Сейчас такой человек подпишет бумагу Никогда больше Никогда В этом зале он не должен читать лекции Я ничего не смогу сделать Мне придет читаться в другом зале И понятно, что он не может мне запретить Никогда не будет он читать лекции вообще Он же не Бог Не может мне запретить лекции читать Но в этом зале может И вот люди стремятся к этому То есть они хотят вот этой власти С одной стороны это хорошо Власть нужна Потому что без власти не будет жизни Нужно организовывать жизнь Но это не высшая цель жизни Мои хорошие Это не принесет полного счастья Потому что отношения власти Это отношения Не глубокие на самом деле Это отношения просто долго Да, хорошие отношения Но они не глубокие Они не принесут полного удовлетворения Души Это нужно Еще раз повторяю Это нужно Я не кривлю душой Без управления нет возможности нормально Даже вот здесь, чтобы лекцию эту организовать Нужно было управление Нужно было все управлять всем Не управление приносит хаос Но человек должен этим заниматься Просто потому что это его природа управлять Есть природа управлять Есть природа заниматься бизнесом Есть природа давать знания Есть природа просто жить И творчески работать для всех Четыре природы есть у человека Это тоже разум Это энергия разума Природа человека Но природа человека не является целью жизни Потому что ко мне часто подходят люди И говорят Олег Геннадьевич Чему я должен себя посвятить? И второй вопрос, который они мне задают Чем, где мне работать? Я говорю, стоп Мой хороший, стоп Посвятить ты должен Себя Не тому, что связано с работой Потому что работа Это просто временная вещь А жить тебе вечно надо Вечно Ты настраивай себя на вечную жизнь И не то, что я разок ехал в машине И увидел Лежит тело И над ним тонкое тело Вместе с разумом С умом Все это не умирает Тонкое тело не умирает Разум остается Ум остается Все остается Абсолютно обескураженный взгляд Человек вообще не врубился в то, что произошло Он полностью в шоке Он не понимает, куда он попал вообще Почему он никогда в своей жизни не интересовался тем Что там тоже бывает жизнь Ведь тонкое тело не умирает И в каком состоянии человек жил В таком он оказывается Потом там А что дальше делать Дом строить я уже не могу Потому что Все, оно уже лежит Чем я строил дом Семейными отношениями заниматься не могу уже Потому что то, что строило семейные отношения Оно лежит вот здесь А я здесь нахожусь Я не могу уже теперь дальше выполнить свои планы Я не могу общаться с своей женой Как я общался Как я с ней общался Вот Настоящих-то отношений сердечных не было Как должны вообще общаться души друг с другом Вера означает настоящая любовь Уважение означает настоящая любовь Искренность означает Попробуйте искренне, честно сказать друг другу два слова Мы это говорим только, когда очень сильно психуем Когда человек психует, он говорит Я знаешь Тебя где видел Он искренне Как он считает на самом деле А до этого мы просто играем друг с другом Означает Наслаждай меня Я буду наслаждать тебя У нас с нами договор Договор Совместный Означает семейная жизнь Примитивная Примитивная Потому что Когда люди не стремятся к чему-то высшему Они просто тратят время Они проводят время на самом деле Они просто перекантовываются в этом теле Они думают Наверное будет как-то получше потом И просто перекантовываются вместе Там есть дети Да, с ними надо перекантовываться С родственниками перекантовываться На работе перекантовываться И потихоньку идем куда? Вот к этому То, что я видел в машине Это называется пустая трата времени Просто пустая жизнь Никому не нужная Ни тебе, ни другим Потому что я же Я вам объяснял Что я видел другое Я видел, когда человек Допустим Пусть даже не в духовный мир уходит А пусть даже в тонком теле остается Но он понимает Что произошло Совсем другое Понимаете? Совсем другое Результат другой В каком бы человеке Человек не оказывался Состояние в момент смерти Такого состояния он достигает Да, человек не пытался Понять себя Изучать себя Он не верит Что есть следующая жизнь Он не родится В человеческом теле Вновь такой человек Потому что человеческое тело Предназначено Для самоосознания Человек неосознанным остался Он экзамен не сдал Зачем ему нужно Человеческое тело? Он всю жизнь хотел Просто наслаждаться жизнью В человеческом теле Неудобно наслаждаться Неудобно Потому что животные тела А как раз и почему они животные? Они созданы для удобства, для того, чтобы наслаждаться. Животные тела предназначены для разных видов наслаждений. Допустим, тело кошки предназначено для того, чтобы наслаждаться комфортом. И оно так устроено, что как клуб лапу поднял, так она и висит. Кошки по барабану наслаждаются комфортом. Для этого она живет, она вся из этого соткана. Собака наслаждается тем, что она управляет ситуацией. Здесь главное. И я подчиняюсь тому, кто мне признает. Она наслаждается такой жизнью. Подчиняться и руководить. Обезьян наслаждается сексом. Сейчас, наверное, много обезьян будет рождаться в следующей жизни. Сейчас это очень популярная тема. Все фильмы об этом. Ну, посмотрите, ее все тело для секса. Если в зоопарк на обезьяну посмотреть, она вам покажет, для чего она живет. В чем цель ее человеческой жизни, как в обезьяне жизни, она вам покажет. Но интересно, что некоторые люди сейчас делают то же самое. Они показывают то, от чего они живут. Как обезьяны тоже показывают вот именно эти вещи. Есть такие люди, понимаете? Уже люди есть такие. Но уже понятно, кем они родятся в следующей жизни. Потому что человеческая жизнь для этого не предназначена. И они даже демонстрации устраивают. И как вы думаете, что на плакатах у них изображено? То же самое. Вы говорите, вот для чего мы живем, вот. И показывают там нарисовано все. Пождесят посмотреть. Видите, оказывается, из разной формы жизни, веды говорят. Они все нужны. Тело медведя нужно для того, чтобы выспаться. Полгода никаких проблем. Попробуй полгода поспать. Ну, не сможете никак. Нет шансов. Есть много видов жизни, которые нужны для того, чтобы наесться. Корова постоянно ест и ест, ест и ест. И ночью пережевывает. Она не останавливается в этом процессе вообще никогда. И нужно накушаться. Некоторым нужно налетаться. Им нужно налетаться. Самая высокая мечта. Высота. Высота. Хорошо, полетаешь в следующую жизнь. Нет проблем. Какому человеку к состоянию, веды говорят, не стремился в этой жизни. Такого состояния он обязательно достигает в следующей жизни. Без всяких сомнений. Тогда зачем мы родились в человеческом теле? А для того, чтобы все это понять. Человеческое рождение разумное существование означает осознать себя. Понять, что я душа. Я рожден не для квартиры. К квартиру стремился. Хорошо, пожалуйста, тело суслика. Бобра, допустим. Очень хозяйственный. Мужик постоянно строит и строит квартиру всю жизнь. Если не верите, возьмите человека, который сильно хочет квартиру строить. Возьмите его фотографию и возьмите фотографию бобра. Сравните, вы увидите похоже. Похоже. Если вы увидите как бы обезьяну, вот тех людей, которые хотят секса, ну таких как бы, секса, вот, возьмите лицо, сфотографируйте ей обезьяну, поставьте, видите, есть схожесть однозначно, как бы. Видите, схожесть есть, значит, есть смысл. Есть смысл в этом во всем. Тело свиньи нужно для того, чтобы радоваться ленью, наслаждаться ленью, отдыхать. Посмотрите на человека, который любит отдыхать. Похоже? Картинка. Картинку сравнивайте. Видите, есть очень удивительные вещи в этом мире. Мы не знаем, как устроена эта жизнь. Здесь много удивительного есть. Мы очень сильно связаны с тем миром животных на самом деле. Почему? Потому что у нас есть такие же наклонности. Веда говорит, разум – это то, что ведет человека по жизни. Хочешь этого – получишь это. И вы скажете, а кто секса не хочет вообще? Все хотят. Но вот все зависит от того, что пересиливает, понимаете? Я как-то лежал, проснулся утром. И что-то у меня такое, половое желание возникло такое, что-то меня охватило. Я думаю, слушай, ну ты вообще-то уже всю жизнь занимаешься духовной практикой. Тебе не надоело? Я сам себе спросил. И в сердце такое, я хочу служить на своем наставнику, я хочу служить. Раз все это половое чувство пропало, я такой, ой, неужели это происходит со мной? Неужели я действительно начинаю хотеть чего-то другого в жизни? Неужели вот это вот желание кушать, есть, спать, оно не является доминирующим уже в моей жизни? Я так удивился. Так удивился, понимаете? Цель человеческой жизни заключается в том, чтобы когда-нибудь удивиться вот так. То, оказывается, служить, не наслаждаться жизнью, потому что все эти вещи означают наслаждаться. Служение, оно может когда-то стать важнее для тебя. Когда-то наступает такой момент, что этот вкус чистой и светлой жизни становится главным. А до этого момента ты будешь спать, и поэтому тебе будет хотеться всех этих животных вещей больше всего в жизни. Это нормально. Это просто, ну, это развитие человека так происходит. Мы развиваемся, поэтому сначала мы хотим наслаждаться, потом служить, потом больше служить, и потом много счастья, еще больше счастья, еще больше счастья и так далее. Оно не заканчивается никогда. Идет постоянное развитие. Итак, разум нацеливает человека туда, куда течет его жизнь. Как определить, куда нацелен разум? В то время, когда нам нечего делать. О чем мы думаем? Если человек думает о сексе в это время, у него на секс настроен разум. Думает о том, чтобы квартиру построить, значит, на квартиру. Цель человеческая, высшая цель моей жизни какая? У тебя, допустим, квартира, у тебя ребенок, у тебя то, у тебя сё. Но если человек расслаблен, и он думает о Боге, значит, он достиг совершенства. Ничего, у него как бы нечего делать. Он раз... Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Сладкий вкус разливается по всей жизни. Вот это чистоты, святости. Ощущение чистоты этого человека, или там, допустим, святого имени, или священного писания. То есть божественное может к нам приходить в разных формах. У всех, у каждого свой способ с ним иметь отношения. Высшая цель жизни человека достигнута, всё. И стресса никогда уже не будет. Почему? Потому что когда человек что-то теряет, вот это вот временное, он оставит... Ну, допустим, он скажет, что и что, такой человек не пострадает, когда у него погибнет близкий человек? Смотрите, как происходит в этом случае. Близкий человек погибает. Боли, разлуки есть. Но помимо боли, разлуки в сердце находится то, чем мы жили. А так как была у нас внутренняя жизнь, есть у вас внутренняя жизнь или нет? Очень просто проверить. Закрываем глаза, вспоминаем близкого человека. Не вспоминается, значит нет отношений. Вспоминается с обидой, значит отношения неправильны. Вспоминается, как светлое, что-то чистое. Думаешь, вот для чего мы с ним живём. Ради этого светлого и чистого вкуса. Это значит, что у вас есть с ним внутренняя жизнь. И это значит, когда он оставит тело, помимо боли, разлуки, у вас останется счастье встречи. И эта встреча никогда не закончится. Вы будете с этим человеком испытывать отношения дальше. Это значит, что экзамен жизни сдан. Такое возможно только, когда человек учится этим отношениям у того, кто имеет эти отношения. И отношения имеет святой человек, он живёт внутренней жизнью. Если вы подойдёте к нему, он вам улыбаться не будет, глазки вам строить не будет, не будет вам из себя что-то корчить. Он просто посмотрит на вас и скажет, «Зачем ты пришёл ко мне? Скажи». Понимаете? Вам придёт сказать. Или уйти. Ему не нужны поверхностные отношения. Вы ему будете давать большие деньги, чтобы он вас благословил на то, чтобы у вас было много детей. Он посмотрит на вас и скажет, «Я благословляю тебя, чтобы ты понял, кто ты такой». Понимаете? Он будет благословление давать, что он сам знает, а не то, что мы от него хотим. Потому что он хочет строить честные отношения, а не идти на поводу у наших денег. Потому что если он как бы деньги взял, «О-о-о, я сейчас вам всё-всё благословлю». Это не святой человек, это обманщик. Потому что настоящий чистый человек, ему не нужны деньги, он же понял, зачем нужна жизнь. И поэтому он будет с вами отношения строить глубокие, настоящие, которые не основаны на деньгах или на том, что вы что-то ему можете сделать, а не основаны на чистой любви. И почему так скажете? «Он же нуждается в деньгах, он не работает, ему нужны деньги». Знаете, я вам одну вещь скажу. Если человек свою жизнь посвящает этому чистому и светлому, то сейчас услышите то, что во что вы не поверите, сразу вам говорю, не поверите, но я это знаю. В этом случае чистое и светлое заботится о его материальных нуждах. Вот мой духовный учитель, он не работает, но он строит храмы по всему миру. И у него столько денег, сколько я никогда не заработаю. Но они ему не нужны, у него пара комплектов одежды, у него нет своего дома. И он все эти деньги, которым жертвуют ученики, постоянно отдает на то, чтобы духовное знание процветало в этом мире. Потому что его больше всего людям не хватает. Вы спрашиваете, а что это за вера? А что за вера? Вера может быть разной. Не нужно думать, что именно одна какая-то вера является тем, что приведет меня к счастью. Вера, она основывается на вкусе отношений с Богом. Понимаете? Веру вы выберете сами, свою, сами. И с каким святым человеком, в какой вере вы будете общаться, выберите сами. Свой сладкий вкус от этих отношений будет для вас неповторим. Он будет не такой же, как у меня, но он будет такой же по своему внутреннему содержанию. Понимаете? И так разум стремится к цели. Всегда, когда человек выбирает не ту цель, наступает стресс. Неизбежно. Выбрала целью, высшей целью жизни сына, будет стресс. Что такое стресс? Означает нет возможности жить. Человек не видит смысла в жизни, у него нет жизненной нити. Он испытывает постоянное страдание. Почему? Потому что мой дорогой человек, которому я посвятила свою жизнь, не звонит мне, не обращает на меня внимания, ему на меня наплевать. Ему нужна своя телка только и все. Ему больше ничего не надо. И он с ней, а я мать. И она испытывает такое жуткое чувство. Я правильно говорю или нет? Она всю жизнь ему отдала, а он не понимает этого, он не понял ничего. Почему он не понял? Потому что он неосознанное существо. Он не может понять, потому что он не развитый еще, он не святой, чтобы это все понять. Понимаете, что вы от него хотите, вы сами ничего не понимаете. Что он может понять? Он просто пользовался вашей любовью, теперь пользуется того любовью, куда ведет его жизнь. Его жизнь ведет к девушке, он с ней и строит свои отношения близкие. Про мать забыл. Почему? Потому что он про нее никогда и не помнил. Потому что он отвечал на те отношения, которые сами собой по себе возникли. Почему мать любит ребенка? Потому что это само возникло. Она не развивала эту любовь, она просто ее получила как подарок. Она, ой, ой, какой ты хороший. И все, и понеслась. Это просто подарок, понимаете, подарок. Здесь не было никакого стремления, развития. Это просто то, что мы получили, само собой. Это само собой так же уйдет. Потому что этот подарок, он не самоосознающая себя душа. Он не понимает, что надо всегда дарить любовь, и что любовь это самое главное, и что любовь матери выше, чем любовь своей жены. Никогда ребенок, это пока он не осознает себя глубоко, не поймет, но когда он осознает, он говорит, мама, твоя любовь выше всего для меня, потому что она никогда не предает. Она верна. А верность – это главное проявление любви. Мы не можем так себе сказать, многие не могут сказать. Почему? Потому что, вот я чувствую от жены больше кайфа. Почему с мамой лучше любовь, чем у моей жены? Нет, у ней лучше. У мамы тоже любовь есть, но она такая, не такая балдежная. Видите, значит, человек не понимает, что такое любовь просто. Недоразвитый. Недоразвитый. Почему мы доверяем недоразвитым людям? Вопрос. Так сильно, что мы отдаем им свою жизнь. Вопрос в зал. Сам недоразвитый. Это хорошо, что мы об этом узнали. Веды говорят, первая стадия развития – это осознать, что ты недоразвитый. Только ты это осознал, значит, ты уже потом все, ты уже будешь скоро лучше. Уже первая стадия прошла, уже все это осознал. Итак, видите, мисконизм – возникновение стресса. человек, который ставит неправильную цель, неизбежно идет не той дорогой в жизни, он неизбежно получит стресс и неизбежно будет страдать до тех пор, пока не выберет более высокую цель. Вот смотрите, допустим, с этой связи я привожу вам пример. Ко мне подошел тот человек, который бросила жена, его как бы трясет, он весь этот испытывает, он говорит, слушай, я не пойму, почему я нашел себе другую девушку, она меня любит, а меня трясти не перестало. Почему я все время вспоминаю о том, что у меня разрушено было в жизни, почему я не могу погрузиться в эти отношения, она же любит меня, она обо мне заботится, она так хорошо относится ко мне, почему я не могу ей свое сердце отдать? А потому что поезд ушел, мой дорогой друг. Поезд веры в то, что любовь к женщине является главной целью жизни, в твоей жизни ушел. Поэтому ты пока не решишь вот этот вопрос, во что же надо верить, ты не сможешь свою семейную жизнь построить, такой был ответ. Потому что поезд ушел уже, ты никогда не сможешь уже в женщину поверить, потому что когда одна женщина полностью разрушает твое сердце, ты не сможешь уже его так же сильно отдать следующей. Это невозможно все, тю-тю. Эта идея закончена, должна быть следующая, ставь более высокую цель в жизни. Для чего ты живешь? Для того, чтобы женщине свою жизнь отдать. Все, эта тема уже закончена в твоей жизни. Пока ты этого не поймешь, ты будешь жить в стрессе. Сколько он будет длиться? Обычно не меньше двух лет. Не меньше двух лет. Иногда люди так и не понимают. Они пытаются изо всех сил полюбить другую, пытаются изо всех сил, пытаются изо всех сил и пытаются, но ничего не происходит. Так глубоко уже не будет. Все. Первая любовь моя земная, утро мои глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Понимаете, это все дается Богом. Человек почему дает поверить женщину в возможность? Потому что надо в кого-то верить. И ты больше ни во что вяжешь, поверить больше не можешь в своей жизни. Ну, поверь хотя бы в женщину. Конечно, эта вера неполноценная, придет время, и она приведет тебя к стрессу, но без веры человек не может жить. Вера означает, что присутствует любовь, только любовь веру может давать. Если нет любви, значит не будет никакого счастья. Если ты в дом строишь, а ты строишь, думаешь дом, 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 значит у тебя есть этот вкус. Вкус означает любовь. К чему у тебя любовь есть? К комфорту, к уюту, к тому, чтобы все было хорошо, что меня никто не трогает, никто не ограбит. У меня так много, и все свое. И вот как бы так хорошо, и там так очень, можно много так наслаждаться жизнью, друзей преградить. И как бы теща, люблю твои блины, теща, твои блины вкусны. Но если как бы квартирка маленькая, ну нет этого уже все. Ну теща, когда и блины вкусны, когда все есть, когда нормальный дом, когда все классно, тогда могут семейные отношения такие в этой атмосфере, как бы люди думают, все. Пошел он нафиг со своими лекциями строю дом. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Почему? Потому что поверил человеку. Поверила, и больше ничего. Цель в жизни поставлена, и человек пошел, пошел, он дом строит, строит, строит. И раз он построил этот дом, он уже все, как бы, ну сильный человек, очень разум сильный, означает достигнет своего. Построил дом, крыша уже есть, отделка, всю кровь высосала. Все, он заходит в дом, в этот. И чтобы почувствовать вкус этого дома настоящий, нужно в него привести друзей. Он приводит друзей, рассказывает, как это было, показывает слайды, как мы строили дом. Перед продвигались отряды. Вот, и он строил, как бы, дом, и все, он строил, друзья сидят такие, ну молодец, нормально, все, ну построил, класс, давай выпьем, пойдем, зайдем здесь. он смотрит, блин, никому этот дом не нужен сто лет. Он смотрит, жена тоже вся задолбалась этой стройкой, он говорит, слушай, отстань от меня, я так устала от твоей стройки, мы про детей забыли, они неухоженные, вот, все так плохо, мы жили в нищете все эти 15 лет, пока строили этот дом, пропади он пропадом, этот дом. Я правильно говорю, женщина или нет, кто строил, знает, да? Мы же 15 лет жизни отдали, мы в двух-трех работах работали, мы так устали, нахрен нам этот дом нужен вообще. Теперь его надо убирать полдня. И ремонт каждый месяц. Когда было 10 метров труп, они ломались раз в год, теперь 50 метров, они ломаются 5 раз в год. Я не то что-то говорю? В результате у человека происходит вот это внутри. Дом ходит, по этому дому ходит. Где же счастье? Ходит по дому и смотрит, где же счастье? Где же счастье? Он попадает в стрейд жуткий. У него разваливается семья, может развалиться. Когда люди построили дом, интересный эффект, что люди пока строили дом, они вместе, потому что цель была. Построили дом, чувствуют, что нету счастья. Нету счастья. Почему? Потому что счастье, это очень глубокая вещь. Она связана с верой, с чистотой. Они уже не верят друг другу так сильно, потому что они издевались над друг другом 15 лет. Они 15 лет требовали друг у друга работать больше, работать больше, работать больше. Дети неухоженные. Родители себе дышат в трубочку, потому что на них денег не было. Мы совершили удивительный подвиг. Несмотря на тяжелую болезнь родителей, несмотря на то, что дети не получили хорошего образования, мы построили дом. И вроде бы дальше должна быть очень торжественная музыка, да? Но ее нет. Есть траур. Траур по несчастной, бесполезной, зря прожитой жизни. 15 лет коту под хвост. Человек падает в депрессию. Он не знает, что дальше делать в жизни. Он чувствует это глубокое разочарование. Думает, пропади пропадом этот дом вообще. Зачем я для него жил? Он большой и пустой. Я в нем хожу. Я никому не нужен в этом доме. Мне так в нем скучно. Мне так в нем противно. Когда была маленькая комнатка, были мы все вместе. Сейчас мы все по своим комнатам разбегаемся. Я не могу ни с кем общаться. Никого вокруг нет. Я здесь постоянно один. Он думает. И мой сын постоянно хочет у меня отнять этот дом. Он подходит и говорит, папа, как здоровье? И хочется ему сказать, не дождешься. Послушайте, мои дорогие внимания. Пожалуйста, поймите, это важно. Мы с вами не развлекаемся здесь. Хоть нам весело, но мы не развлекаемся. Мы с вами сейчас обсуждаем то, что находится в наших сердцах. А может быть, в моем сердце находится не то, что нужно. А может быть, в моем сердце находится не то, что приведет меня к глубокому счастью. Может быть, то, к чему я стремлюсь сейчас, мне кажется очень чистым и светлым, а потом приведет меня к разрухе. Потому что жизнь человеческая не зависит от того, чего мы хотим. Она зависит только от того, что надо. Человеческая жизнь принадлежит чему-то определенному. Мы должны в этой жизни достичь высшего понимания вещей. И это требует от нас наша судьба. Но если мы не хотим идти этой дорогой, будет разруха. Так возникает стресс. Стресс и закон кармы. Знаете, иногда человек не сдаёт экзамен в этой жизни. Когда в этот случай, в следующей жизни он получит стресс? Даже раньше, чем он этого желал. Так, например, некоторые люди уже рождаются в стрессе. Вы видели вот таких вот детей? Это результат того, что он не вышел из стресса в прошлой жизни. Почему он таким родился? Потому что ему надо... Он не мог... Понимаете, есть люди, которые очень упертые. Они не хотят принимать волю судьбы. Допустим, я всё равно буду верить в своё мужа. Ну хорошо. Значит, рождайся одиноко и в следующей жизни. Если он ушёл, а ты всё равно его ждёшь до конца жизни. Хорошо. Тогда жди ещё целую жизнь следующую. Нет проблем. И жди, когда у тебя появится муж. Всю жизнь. Почему? Потому что если ты такая упертая, значит, цена этой упертости будет твоя жизнь. Кого надо ждать-то? Надо ждать Бога в жизни. Надо ждать Божественного, чистого, светлого. Надо ждать. Муж же отдаётся для того, чтобы мы перекантовались как-то в этом мире. Отдаётся для того, чтобы у нас всё нормально в жизни было. Но если мы к Богу идём, с мужем другие отношения строятся. Мы на этой программе духовной, когда мы были там, нам лекции читали муж и жена. И один момент такой был интересный. Когда жена читала лекцию, и звук пропал. Такое место там, когда пропадает звук. Ну, материальные точки зрения там не всё обустроено. И мне неинтересно было думать, что дальше она будет делать. Я знаю, что происходит, когда пропадает звук во время лекции. Знаю, что это совершенно беспомощная ситуация. И хочется сказать, а не можешь. Ну, как рыба вот без воздуха остаётся, так лектор без микрофона. Я бы это понимаю, мне неинтересно было. Мне интересно было посмотреть на то, как реагирует муж. Я просто сосредоточился всем сердцем и начал смотреть на его сердце. Я почувствовал в его сердце такую чистую заботу об этой женщине. Он совершенно неотрывно смотрел на неё в это время. И он, в его сердце было чистое, светлое чувство к ней. Не вот это вот желание наслаждаться её телом там, и как-то использовать его, а просто чистое, светлое чувство. Длагой мой человек, возвышенный, чистый человек. Пусть у тебя в жизни всё будет хорошо. Пускай ты сможешь свою цель, которую ты поставил перед этой аудиторией, достигнуть. Пускай у тебя в жизни всё будет как надо. Какое я увидел его сердце. Я подумал, Господи, какие отношения. Я никогда не смогу об этом лекцию прочитать. Никогда не смогу такие семейные отношения людям объяснить. Потому что то, как вы живёте, однозначно меня не спрашивают, а вы можем в следующей жизни быть вместе? Можете. Вот когда ваши сердца объединяются чистым и светлым чувством, то нет уже следующей жизни, мои хорошие. Человек уходит из этого мира близкий, а он остаётся с тобой. Почему некоторые женщины не хотят дальше жениться? Некоторые из упрямства, а некоторые из-за того, что они ничего не теряли вообще. Они так и живут вместе с этим человеком. И потом, когда следующая жизнь у неё наступает, она тоже с ним потом дальше живёт. Понятно, да, что такое бывает? Божественное не только между человеком и с Богом бывает. Божественное бывает между двумя людьми также, потому что мы божественные частички. Мы божественные частички, но имеем подчинённое положение. Подчинённое означает, что мы можем только служить жизни. Ну, 15 минут, это уже пора, уже заканчивать, да? Я должен ещё кое-что вам сказать, потому что моя цель также давать вам возможность общаться с другими. И вот по этой теме, как бы общаться с другими, первое объявление не по этой теме. 29 октября у нас будет новогодний вечер. Декабря. 29 декабря будет новогодний вечер Олега Тарсунова со всеми остальными. Здесь написано с Олегом Тарсуновым. Но я, цель моего этого вечера, это перестать болтать и начать что-то делать для вас. То есть я буду подписывать там всем открытки, там сидеть. Ну, то есть там будет концерт, и как бы мы будем всех благословлять. У нас кто был в прошлом году на такой встрече? Хорошо год прошёл? Хорошо. Мы говорили, желаю, я желаю, мы шарики заряжали, я желаю, чтобы у вас год прошёл хорошо. Раз, шу, шарик послал. Кто-то поймал шарик, он получил это. И он тоже как бы другому. И так целых пять часов. То есть и все желают друг другу счастья. И концерт идёт, и музыка, и как бы всё. И потом у нас будет такая длительная медитация со слайдами. Мы будем желать всем счастья под голоса святых людей и так далее. Это всё организует Ирина Медведева. Она сейчас болеет, поэтому я не могу вам помочь, чтобы вы её на неё посмотрели. Но я её очень благодарен за то, что она всё это делает. 8, 9, 10 февраля уже следующего года, который, в общем-то, не запланирован, мы приглашаем вас на тренинг Олега Гадецкого. Это мой друг, близкий человек тоже. Он интересно к психологии относится. Он поменял понимание психологии, он развивает новое направление психологии, которое основывается на священных писаниях. То есть его понимание психологии – это то, что раньше делали наставники. То есть он утверждает, что психологии нет, есть наставничество. То если ты не наставник в своём сердце, ты не психолог. Психолог должен сам так жить. Это его психология. Он говорит, что вот так надо жить, как ты говоришь. Иначе нет никакой психологии, это просто обман. Но это основано на священных писаниях. Вот он «Законы успеха» как бы называется семинар. Но на самом деле этот семинар будет говорить о подхожих вещах, о чём мы с вами говорим, с позиции уже психологии. Мы приглашаем вас в январе 2013 года на лекции по Айрведе, занятия по йоге. Шивашанкар Мельгири, такой доктор удивительный, и он будет погружать в вас вот это древнее знание. Айрведа означает наука жизни. Йога означает связь. То есть это высокие какие-то вещи. Будут занятия проходить, и пока неизвестно время. Подробнее вы сможете прочитать всё на сайте Центра психологии Ирины Медведевой. Итак, виды стресса мы немножко не успели, но у нас ещё много времени, я никуда не тороплюсь. Я простроил свои лекции таким образом, что мы будем очень медленно, спокойно двигаться к поставленной цели. Мы поставили цель понять, что такое стресс и как жить правильно, да? Сегодня вы что-то поняли по этой теме? Надо, чтобы поняли, что стресс возникает, когда человек выбрал неправильную цель. Вы поняли, что стресс возникает в разуме. Почему? Потому что разум – это та сила, которая ведёт себя по судьбе. Что стресс иногда возникает сам собой, потому что человек неправильно жил в прошлой жизни, не отработал эту цель жизни, правильную не поставил. Поэтому он с этой же программой стресса переходит в следующую жизнь. Пока цель жизни выше не стала, стресс не проходит. То есть человек не может избавиться от стресса с помощью просто того, что он забылся. Некоторые пытаются выпивать, чтобы забыть стресс, уйти из стресса. Некоторые пытаются поменять как бы шило на мыло. То есть этот дом не получилось строить, другой будем строить. И так далее. Это не работает. Эта тема уже пройдена. Человеческая жизнь должна идти вверх, а не по горизонтали. Мы должны дальше. И стресс проходит реально. То есть человек, у него появляется новая жизнь. Он начинает опять становиться счастливым. Его сердце опять успокаивается. Ему уже хорошо. У него опять возникает семья. И с женой всё классно. Понимать, не то, что никогда жены не будет, если ты там поражил в любви. Нет, у него возникает семья, у него всё классно, у него всё отлично, всё супер в жизни. Но только в том случае, если цель выбрана выше. Потому что нужно, чтобы всё классно было, нужно питать это всё. Ты можешь сделать, чтобы это всё было классно. Как? С помощью своего служения этим людям. Людям не хватает близким только одного. Им не хватает глубокого вкуса, счастья, которое от тебя исходит. Ведь запомните это. Они, когда вам этого не скажут. Они, когда вам об этом не расскажут. Они, когда это сами толком не поймут. Но просто они будут знать, мне с этим человеком очень хорошо. Я хочу отдать ему свою жизнь. Почему? Потому что ты даёшь человеку более высокий вкус, чем просто желание наслаждаться его телом и его эмоциями, его присутствием рядом. Понимаете? Более высокий вкус означает, что ты поворачиваешься к солнцу. Веды говорят, душа, которая летит от солнца. То есть она забыла, что есть Бог. Она забыла, что есть следующая жизнь. Это из этого одно и из другого вытекает. Она забыла, что её жизнь имеет смысл. Не просто строить дом, семью создавать более высокий. Она забыла, что знание поворачивает жизнь в правильном направлении. Она забыла, что глубокое, чистое, светлое чувство и счастье есть. Ему кажется, что и так жить нормально, у нас всё хорошо. Эта душа, почему так? Она от Бога летит, от солнца, чистого, светлого огня, любви. Она летит и гаснет. Почему она гаснет? Потому что цель жизни выбрана неправильно. Когда эта душа искорка поворачивается к солнцу, означает, что высшее, чистое и светлое, ну как бы, как вот нам понять, что мы повернулись к Богу? Для меня святость в человеке самое главное. Верность самое главное. Искренность самое главное. Чистота самое главное. Всё остальное на втором месте. Но моего мужа, это не является самым главным в его характере. Это значит, что я в своём сердце поклоняюсь священному писанию, поклоняюсь святому имени Бога, поклоняюсь, то есть предаюсь, то есть высшая цель жизни означает предание, поклонение. А своего мужа я воспринимаю как личность, которая станет такой, станет, если я буду в ней взращивать это светлое, чистое. Поэтому я что от мужа хочу? Хочу, чтобы я утром села, помолилась, и потом после молитвы вспомнила, что он хороший человек. Когда я вспоминаю, что он хороший человек, это значит, что я приближаю наше отношение к настоящему. Но если мы в сердце ждём настоящих отношений, то это значит, что мы никогда не дождёмся. Почему? Потому что мы чего хотим? Просто балдеть. Мы не хотим победить в жизни, а мы хотим просто наслаждаться жизнью. Когда мой муж станет, Олег Геннадьевич, хорошим человеком? Никогда. Когда, Олег Геннадьевич, я встречусь с моего близкого человека? Никогда. Когда я смогу родить ребёнка? Никогда. Потому что все эти мысли означают, что ты не хочешь жить как надо. Стань настоящей женщиной, настоящей матерью в сердце. Бог тебе даст ребёнка. Стань настоящей женщиной, которая хочет заботиться обо всех. Бог даст мужа. Стань настоящей женщиной, которая может по-настоящему любить. Бог даст настоящую семейную жизнь глубокую. Видите, человек должен выбрать что-то высшее для того, чтобы получить то, что он хочет получить сейчас. Потому что, когда человек более высокое получает, он естественно получает образом всё остальное. Об этом не надо думать. Это не главное. То, что мы усвоили на сегодняшней лекции, что есть стресс. Некоторые люди думают, что у них стресса не будет никогда. Они думают, у меня нормальная жизнь, Олег Геннадьевич, у меня никогда не будет стресса. Это невежество так думать. У каждого человека обязательно будет стресс. Почему? Потому что эта жизнь предназначена для того, чтобы она менялась к лучшему. Означает, что будет какой-то момент разруха в сердце, а потом новый виток жизни. Поэтому стресс неизбежен для каждого человека. Готовьтесь. Готовиться не означает... Готовиться означает то, что мы сейчас будем делать с вами дальше. У нас сейчас будет практическое занятие, в котором мы будем учиться жить. Жить означает служить энергии любви, служить этому вкусу любви. То есть надо вспомнить сейчас какого-то святого человека. На иконе там, на изображении. Первый контакт со святостью происходит на большом расстоянии. Люди сначала думают, что святость бывает только где-то далеко-далеко. Там, где 1500-й какой-то год, Сергей Радонежский, Серафим Саровский, только там бывает святость, здесь ее нет. Это тоже хорошо. Это означает первый контакт со святостью. Бог дает на большом расстоянии нам это. Он говорит, да, там вот у тебя есть контакт, а здесь нету. Нет здесь святости, он говорит. Не увидишь ты здесь на земле святости. Но тогда раньше было. Нет проблем. Где дают, там и пользуемся. Кто не знает, что есть святость, поднимите руку. Кто не знает, что есть святой человек какой-то. Ну не будет с чего. Неужели, нет по статистике, кто должен не знать. Что, все знают. Хорошо. Значит, я не могу понять, что такое статистика. Далеко. А? Ну хорошо. Сергий Радонежский святой? Может быть. В тонком теле. В тонком теле. В грубом не святой. А вот вы как рассуждаете. То есть человек это тот, кто в грубом теле находится. А в тонком теле уже не человек. Допустим, смотрите. Давайте тогда так с вами. Две минуты беседы. Чтобы все встало на место. Хорошо. Допустим, вот у женщины был муж. Вот эта, которая ко мне подошла. Он оставил тело. Он перестал быть человеком? Мы от нем вспоминаем, как человеке, но он перестал быть человеком. Да? А? Нет человека? Или есть человек? Видите, вы находитесь глубоко в невежестве. Почему? Потому что человек есть. Спросите свое сердце, есть человек или нет. Человек есть. Он остался человеком. И будет им всегда. Если это не так, зачем тогда с ним жить? Если он был человеком, тело оставил, все, теперь он не человек. Так зачем тогда жить с не человеком? Если что-то было человеком, потом стало не человеком, то по факту это не человек. Вот допустим, смотрите. Я беру камешек. Он был камешком раз, перестал быть камешком. Это камешек или не камешек? У меня я ношу желтый сафир на пальце. Он раз, я одел, он не через некоторые. Опа, не желтый сафир. Это желтый сафир или нет? Нет, это не желтый сафир. Это обман, подделка. То, что настоящее, оно не кончается. Первое, что нужно понять. Мой муж был человеком, человеком остался. Человеком мы означаем, человеком означает личностью. Личностью. Он был личностью, личностью остался. Это первое, что надо узнать. Сергий Радонежский не был человеком. Он остался человеком. И он сейчас реально присутствует там, где о нем думают. Везде, где о человеке думают, он там присутствует. Возникает связь. Это тоже надо узнать. Это надо изучать, мои хорошие. Я вам приводил много примеров. То есть человек думает о ком-то, я говорю о его болезнях. Мы проводили такие опыты. Означает связь. Почему я узнал про болезнь? Потому что я через эту связь туда и сконтактировал с этим человеком. Смотрел болезни. Некоторые говорят, да это по статистике вы все проводите. У меня интересный случай был, который не вписывается ни в какую статистику. В Омске мы такой опыт провели. И я женщине говорю, у вашего брата, она думала о брате, что косоглазие? Она говорит, да. Как вы узнали? Я говорю, так мы же об этом и этим занимаемся сейчас. Какая статистика? Сколько косоглазия у людей? Какой шанс мне попасть в косоглазие? В чем тут статистика? Произошел контакт. Можете взять эту Омскую лекцию, недавно она была, послушать. Документальный факт. То, что сказано, это является документальным фактом. Не подлежит сомнению. Итак, у нас есть связь с тем, о ком мы думаем. Сергей Радонежский жив. Я разок ехал в Риге, и на том месте, где Цой разбился, Виктор Цой разбился в Риге на мотоцикле. Там написано, Цой жив! Это правда. Потому что он жив, никуда не делся. Тот, кто верит в него, он чувствует его, связь с ним чувствует. А я верю в Бога. Но Бог дает мне знание о том, что люди никуда не деваются. Они не пропадают. Человек жив. Сергей Радонежский жив. Святость осталась. Контакт с ним приносит отношения. Эти отношения живут реально. Когда я общаюсь со своим наставником, которого сейчас нет на земле, одного из них, я реально чувствую связь, я чувствую поддержку, я чувствую помощь. В чем это выражается? Когда мне плохо, мне тяжело, я начинаю служить ему в своем сердце, мне становится хорошо. Это означает, что есть связь. Нет другого способа понять, что есть связь. Допустим, ты мужу служим, он приходит тебе в лицо. Связи нет. Но если ты чувствуешь, что ты заботилась о нем, тебе хорошо стало, потом он тебе говорит спасибо тебе, значит, есть связь. Видите, связь может быть с далеким человеком лучше, чем с близким. Связь всегда больше со святым человеком, чем с обычным. Почему? Потому что он связан с Богом, а Бог наделяет тем, что нам нужно. Он наделяет тем, что дает отдачу. Мы не можем полную отдачу от близких людей получить, но от священной книги, от священного слова мы можем получить полную отдачу. Это наполняет сердце на полную катушку, понимаете? И сейчас вы это будете чувствовать. Сейчас мы проведем такой опыт, смотрите. Вы просто верите в это и не верите. Ученый это тот, кто проверяет. Мы ставим эксперимент. Вы не верите, что Сергий Радонежский жив, что Серафим Саровский жив. Жив означает, что он реально есть, как Личность. Он присутствует. Вы не верите в это, ничего страшного. Ставьте эксперимент. Ведь в ваши сердца некоторые даже не хочут этот эксперимент ставить. Это означает нежелание. Это не означает научность какую-то. Это просто упрямство, сердце и все. Мы ставим эксперимент. Вспоминайте святого человека, кланьтесь ему и говорите. Вы хотите эксперимент поставить? Ставьте его. Говорите, я хочу тебе служить. Я хочу жить для тебя. Мне надоело думать только о себе. Я устал от такой жизни. Мне хочется отдать себя. Мне надоело все время брать. Мне хочется отдать. И попробовать такого вкуса. Я хочу так пожить, чуть-чуть, хотя бы одну секунду, хотя бы пять минут того, что сейчас будет в зале происходить. Потому что у каждого из нас в сердце сидит только одно. Хочу себе, я хочу себе. У каждого из нас это внутри и в сердце сидит. А мы должны восстать против этого. Только восставшая душа сможет стать счастливой. Я хочу отдать себя, хочу служить. Пожалуйста, святой человек, который всю жизнь служил, ты уже достиг этого состояния. Помоги мне стать таким же. Я хочу быть таким же, как ты. Я хочу быть таким же, как ты. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Почему? Потому что святой человек больше ничего никому не желает. Кроме этого. То есть мы внешне повторяем, я желаю всем счастья, а внутри вот такая работа проходит. Хорошо? Согласны? Если кто-то не согласен на этот эксперимент, нет необходимости здесь оставаться. Это очень интимное мероприятие такое. Здесь нам не нужны наблюдатели. Нам нужны только участники этого процесса. Хорошо? У меня такая просьба ко всем. Такая серьезная просьба. Здесь надо прямо. Потому что, когда мы согнуты, вот так расслаблены, нет концентрации. Разум крепок, когда вытянута спина. Вот. Повторять, я желаю всем счастья, нужно как результат того, что внутри. Но так как внутри ничего нет, нет связи со святым человеком, я его не чувствую, я мысленно кланяюсь в пустоте. Поэтому просто повторяем, я желаю всем счастья и хотим этой связи. Пожалуйста, я ничего не соображаю в этом вопросе. У меня нет отношений со святостью. Святой человек, дай мне эти отношения. Дай мне возможности. Я прошу тебя, я плачу по этим отношениям. Сейчас, сейчас, я недостойна твоих отношений с тобой, но ты милостивый. Даже недостойному человеку ты даешь возможность почувствовать себя, пожалуйста, дай мне возможность тебе служить, хотя бы сейчас, потому что потом, наверное, я про тебя забуду. Я уйду отсюда и буду помнить только о своих делах. Я не буду помнить о тебе, но сейчас, хотя бы пять минут, дай мне возможность тебе служить. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. От твоего имени, не от своего, от твоего имени. Ты источник счастья, я орудие в твоих руках. Не надо истерики, эмоций сильных. Повторяем, просто очень спокойно, глубоко, вдумчиво. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту беседу, были с нами все это время. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Огромное спасибо. 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 Спасибо.